всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news на котором мы поговорим о новостях прошедшей неделе самая главная новость это то что продолжается черная пятница все разработчики софта сейчас выкатили кучу предложений в том числе и скидок но и также бесплатных плагинов по скидкам вы можете пройти на такие сайты как плагин бутик аудио делюкс их очень много либо на сайт тех разработчиков которые вас интересуют они сейчас все вывесили на главной странице собственно свои предложения и самых таких вкусных нам по моему мнению это sound toys все мечтают об этих плагинах уже довольно давно сейчас можно купить их всего за 220 точнее 230 долларов за весь набор поверьте это того стоит я давным-давно за примерно такую же цену покупал и это прям действительно достойный плагин то есть все что представлены в этой линейке они просто все имеют место быть и отлично звучат также мелодайн анонсировали скидки на некоторые свои пакеты продуктов точнее солимоний мелодайн также айзотоп делает распродажу своих пакетов таких как music production suit и так далее так что обязательно заходите посмотрите но помимо скидок давайте поговорим также о бесплатных плагинах которые также поступили скажем так в доступ для всех нас первый из них это айзотоп винил или вайнул который эмулирует собственно работу винилового проигрывателя или виниловые от этой вот особенности призвуков там есть и шум и ность на самом деле плагин довольно давнишний он появился по моему чуть ли не 10 или 20 лет даже назад и айзотоп давно его раздавали как бесплатную все на сайте но тут они решили его обновить естественно перерисовали интерфейс но также добавили много интересных функций поэтому переходите на сайт айзотопа и посмотрите если вам интересно очень классный плагин для лоуфа и звучания далее у нас есть анонсы от слой digital для тех у кого есть подписка all access pass там также будут добавлены абсолютно бесплатно просто в доступ новые плагины они сказать что будет много новых плагинов точное количество пока не говорили но например уже анонсировали такой плагин как fresh air который говорят будет очень вкусно музыкально добавлять высокие частоты поэтому без резкости без назойливости то есть будет прям такой приятный верх воздушный но посмотрим на самом деле у своей диджит уже есть подобные плагины в линейке но может быть здесь что-то новое кит новое алгоритмы посмотрим далее aldority выпустил плагин доктор драйв который эмулирует педаль овердрайва horizon devices precision drive я сам еще не тестил но западные коллеги на ю тубе говорят что это прям чуть ли не лучше даже чем оригинал чем сама педаль вот в общем посмотрим также переходите все ссылки на перечисляемые плагины я оставлю в описании к этому ролику так что посмотрите изучите еще один плагин это mellow muse и q1 и в котором нам обещают собственно аналоговый эквалайзера очередной но зато он бесплатный но в нем также обещают минимальную фазовую задержку фазовые искажения при работе с частотами так что тоже можно попробовать переходите по ссылке и просто скачивайте бесплатный плагин ну думаю для тех кто любит аналоговое звучание вполне в коллекцию подойдет также у нас произошел период больших обновлений вы наверняка слышали у нас обновился эйблтон 11 версии нас обновился про тулус версии 2020 вроде там даже пообещали встроенный мелодайн также у нас обновился кубейс также 11 версия вышла и конечно же обновился logic 10.6 о котором я уже рассказывал в предыдущих новостях посмотрите если не видели в общем обновления идут полным ходом а также естественно сейчас все тестируют новый процессор от apple m1 про которая тоже же рассказывал вы наверняка про них слышали в частности ребята с канала present day production потестировали новый mac mini на базе процессора m1 вместе с лоджиком правда они использовали естественно только встроенные плагины потому что пока поддержки от сторонних толковый нет но они использовали встроенные плагины в лоджик 10.6 и им удалось сделать проект с тысячу плагинами причем там плагины были довольно тяжелые типа с типа space дизайнера и им удалось без такой тотальный за системы overload без тотального системы overload им удалось запустить аж тысячу плагинов что очень круто как по мне для mac mini это вдвойне круто и рендер такого проекта не занял всего 15 секунд что ли про там небольшой был проект но так или иначе это очень впечатляющие данные мне интересно что будет дальше однако пока все советуют не обновляться потому что еще сторонний софт сторонние плагины не готовы для запуска на m1 и они даже не готовы для запуска на big sur некоторые на для новой операционной системы поэтому я бы не советовал вам прям торопиться с переходом но однозначно держать руку на пульсе следить я лично уже смотрю в сторону этих новых и плоских процессоров потому что технологии действительно революционная и для работы в лоджик это будет точно скачок вверх в плане производительности потому что apple гарантирует полную связку в работе процессора с программой и и соответственно будут точно выжаты все ресурсы поэтому осталось только подождать как собственно сторонние разработчики крупные всех плагинов которым мы пользуемся как они смогут адаптировать свои продукты под новые процессоры m1 и сколько у них это время займет я думаю что это года два займет для нормальной адаптации то есть к тому времени уже наверно появится какой-нибудь м3 или даже м4 процессор я не знаю если по аналогии с apple-овскими ай ай с процессорами там и и так далее поэтому посмотрим подождем к чему это приведет но очень внушающие результаты я прям реально удивился и конечно это прям прям революция из мира железок лично для меня я отметил для себя такую важную новость это то что беринджер наконец-то анонсировали монополии это офигительный синтезатор который был выпущен в восьмидесятых компании корк это полностью аналоговый синтезатор с четырьмя осцилляторами которые делают просто бесподобные вещи вы можете зайти на сайт на youtube канал беринджер собственно где они уже выпустили еще в мае несколько презентаций этого синтезатор я уже тогда в него влюбился и все просто прям записал что я обязательно куплю и вот предзаказ уже начался 17 ноября правда поговаривает что первые поставки будут только следующем году и не так быстро потому что его только-только пустили в производство но так или иначе цена в районе 700 долларов это довольно дешево для такого синтезатора поэтому я обязательно его приобрету наверное в следующем году сделаю на него обзор даже в общем беринджер молодцы как всегда возобновляют аналоговые аналоговое наследие и переносит его в современность поэтому будем держать руку на пульсе еще одна интересная новость из мира синтезаторов это то что ученый и музыканту ngc из канады удалось сыграть на винтажном старом синтезаторе с помощью силы мысли то есть была протестирована специальная технология когда через специальные электроды подключенные к мозгу энджи был гене сгенерирован ток который управлял старым синтезатором который называется тон то это синтезатор который сейчас находится тоже в канаде на нем свое время стиви вандер записывал свои ранние альбомы и самые такие популярные хиты семидесятых это большой такой модулярный синтезатор который во всю стену и собственно разработчики к нему подключили вот эту новую новые эти датчики для считывания волн мозга и вот ngc она с помощью своих каких-то мыслей попыталась сыграть какие-то мелодии на этом синтезаторе у нее в принципе получилось также есть ролик в ю тубе о том как это получилось и оставлю ссылку в описании если вам интересно в общем посмотрим как эта технология будет развиваться может быть через сколько-то лет это доведут до какого-то уже такого обывательского использования и мы будем писать музыку силой мысли ну что ж на сегодня это все увидимся с вами через неделю не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить новые ролики и нажать колокольчик также в описании будут все ссылки на те материалы которых я говорил в этом выпуске подписывайтесь вступайте в наш закрытый клуб и telegram чат где мы общаемся каждый день ну я вам желаю отличной недели продуктивный успехов вдохновения с вами был дмитрий урсул всем пока